Привычное пятничное видео, посвященное новостям о MMORPG за неделю уже на канале. Сегодня поговорим про ранний альфа-билд Ashes of Creation, новый регион Adelita в Black Desert, отмену EVE FanFest из-за угрозы коронавируса и многом другом. Перед просмотром напоминаю, не забудьте прожать лайк этому видео. Меня зовут Майдлер, это портал GoHaru и мы начинаем. Студия Standing Stone Games продолжает постепенно расширять контент, доступный обладателям дополнениями Насмаргул, вышедшего для MMORPG The Lord of Drinks Online в конце прошлого года. Так и в январе герои Средиземья смогли посетить три новых подземелья, а теперь перед ними возникли куда более серьезные проблемы. Ключевой особенностью вышедшего обновления 25.4 стал рейтери-марчант The Net of Darkness. Это место расположено глубоко в пещерах Тарехунгол. Там, где только свет Иарен Диля способен пробиться сквозь темноту, находится логово потомка Унголиант, гигантской паучихи Шелоп. Именно с ней и предстоит сразиться искателям приключений, если, конечно, они не побоятся попасть в сплетенную паутину. Рейд доступен на первом и втором уровнях сложности. Также обновление содержит ряд балансных правок, улучшений и различных исправлений. 5 марта на корейские серверы MMORPG ArcheAge было установлено ежемесячное контентное обновление, а на нашем портале можно ознакомиться с его подробностями. В игре появится новая система с домашней феей. Представляет она из себя купи-дожика, которую можно призвать у своего дома, или, вероятно, даже без дома. Домашняя фея создана, чтобы заниматься фермерством за игрока, и делает это без участка. Например, можно передать ей семена, она сама их вырастет и передаст готовый продукт. Фея, в отличие от ручного труда, работает дольше и производит меньше ресурсов, чем если бы игрок занимался этим сам, но зато экономит место и время. Фею можно развивать, и ее эффективность также зависит от уровня ремесла хозяина. Более подробно со всей информацией можно ознакомиться по ссылке в описании. Несмотря на то, что конференция GDC 2020 отложена из-за вспышки COVID-19, разработчики MMORPG Ashes of Creation, Entrepid Studios, планируют показать превью первого альфа-теста игры. Разработчики проведут трансляцию, во время которой продемонстрируют геймплей основной MMORPG. Во время стрима покажут все работающие основные механики. Конечно же, их продемонстрируют не полностью, но позволят взглянуть на все многообразие – от сбора ресурсов и крафта до развития узлов. Также планируют показать одно из подземелий и, возможно, PvP. Напоминаю, конференция GDC 2020 должна была пройти с 16 по 20 марта. Соответственно, и стрима от разработчиков Ashes of Creation можно ожидать где-то в этом промежутке времени. Студия ArenaNet решила немного разбавить эпизоды живой истории ледяной саги в MMORPG Guild Wars 2 и приготовила довольно необычный апдейт, который позволит взглянуть на старые события с разных сторон. 17 марта состоится выход обновления «Видение прошлого». В рамках публичной миссии игроки смогут присоединиться к элитному отряду Чар и отправиться в опасное путешествие, чтобы сразиться с древним кузнецом. Данная активность также позволит на время стать Риланд Стилкетчер – Центурионом Кровавого Легиона. Исследуя локацию Dark Crime Delves, вы сможете узнать правду о судьбе легендарного лидера Алмора Соулкипер. Новый улучшаемый хаб Eye of North позволит запускать миссии страйка из одного места. Эта временная достопримечательность приютила героев прошлого и теперь может служить вам и вашим союзникам. Помогите превратить ее в достойное логово. Сообщество очень давно просит разработчиков вернуть первый сезон живой истории. И, наконец, ребята из ArenaNet готовы это сделать. Обновление принесет четыре миссии, которые впервые позволят еще раз пережить события тех времен. Игроков ждет знакомство с Рокс и Брахам, противостояние ядовитым силам Скарлетт и совместное приключение с Канач. И, конечно же, не обошлось без интересных наград. Visions of the Past Steel and Fire откроет доступ к новому оружию, а также двум наборам брони – Stone Summit Partial Armor и Rooney Carmor. Разработчики Star Citizen из Cloud Imperium Games выпустили новое видео о своем космическом симуляторе. Первое видео демонстрирует работу системы Actor Status, которая добавляет в игру элементы выживания. Помимо этого мы слышим также немного информации о будущих планах разработчиков. Второе видео показывает, как разработчики могут буквально рисовать планеты с помощью инструмента Planet Tech в версии 4. Ну и последнее видео является трейлером Anvil Karak, который сейчас полностью играбелен в текущей версии Альфы. Команда CCP Games продолжает выпускать передачу EVE Pulse, которая посвящена всем наиболее важным событиям из MMORPG EVE Online, а также другим интересным новостям, связанным с игровым сообществом. В прошлом году разработчики не проводили EVE FanFest, а отправились в мировой тур. К сожалению, ставшей уже традицией для многих жителей нового Эдема, конференции вновь не суждено состояться. Из-за распространения коронавируса COVID-19 CCP Games решили отменить FanFest. Пока неизвестно, будет ли выбран какой-то другой формат. Больше информации сообщат в ближайшие недели. Во время зимних праздников разработчики запустили ивент, в рамках которого игроки могли использовать уникальные филаменты. Они давали возможность перемещать флоты в случайную систему нульсечных секторов. Филаменты понравились игрокам, поэтому CCP Games вернут их на постоянной основе. Будет доступно несколько вариантов, а некоторые из них станут эксклюзивной наградой для предстоящих ивентов. С 12 марта по 14 апреля пройдет событие «Skilling is just a means of communication». Этот ивент и ориентирован на PvP. Ежедневно игрокам будут предложены задания, выполняя которые, а также уничтожая корабли других пилотов, можно заработать приличное количество очков навыков. Кроме этого, на начало марта запланирован выход довольно серьезных изменений, связанных с торговлей в новом Эдеме. Разработчики, наконец, готовы решить многие проблемы рынка, скопившиеся за годы существования EVE Online. Буквально в первой половине февраля началась третья фаза контента, и перед отважными героями MMORPG World of Warcraft Classic открыл двери рейд «Логово Крыла Тьмы», где их ждала битва с Нефарианом, сыном самого Смертокрыла. И хотя еще далеко не все искатели приключений смогли сразить Черного Дракона, компания Blizzard уже объявила дату запуска четвертого этапа развития игровых миров. Старт новой главы назначен на 10 марта. В этот день воины Альянса и Орды скрестят свои мечи в битве за Низину Арате, где игрокам предстоит побороться за контроль над ключевыми точками. Также после выхода патча каждую неделю будет проводиться мероприятие «Выходные поля боя», позволяющие заработать дополнительную награду за участие в определенных сражениях. А уже через месяц после указанного числа, в апреле, герой Азерота получит возможность отправиться в Зулгуруб, рейд с 10 боссами, расположившийся в северо-восточной части Тернистой долины, и бросить вызов четверке Драконов Кошмара. Помимо этого, разработчики объявили о запуске тестового клиента World of Warcraft Classic и опубликовали небольшую статью, описывающую фракции, расы и классы, призванную помочь новичкам сделать первые шаги по землям фэнтезийного мира. Редакция нашего портала GoHaru подвела итоги творческого конкурса «Приключения в мире World of Warcraft», который проходил с 9 по 23 февраля. Основная номинация была выбрана путем голосования членов жюри, а приз зрительских симпатий определяли читатели нашего портала. Основным призом конкурса является коллекционное издание на 15-летие World of Warcraft. Второе и третье места получили специальные грамоты от портала, медаль победитель конкурса и 42 и 28 суток вип-статуса на форуме GoHaru соответственно. Ознакомиться с результатами вы можете по ссылке в описании к этому видео. Разработчики Black Desert Online из Perlabis выпустили новый трейлер для своей MMORPG, демонстрирующий красотой следующего игрового региона. 4 марта Adelita была добавлена на корейский сервер игры, а до нас она должна добраться в первой половине этого года. Также компания выпустила очередное еженедельное обновление и объявила о том, что теперь вслед за всеми остальными классами доступ к наследию получили и стражи. Таким образом, грозные боительницы стали последними героями фэнтезийного мира, кому стала доступна возможность усилить свои способности данным образом. Начать соответствующую цепочку заданий могут только те персонажи, которые достигли 56 уровня и уже завершили поручение на пробуждение. Однако при этом, выполнив все указания Черного Духа, они полностью раскроют свой потенциал, усилив навыки владения секирой и щитом. Также по случаю наследия стража стартовало несколько ивентов, позволяющих игрокам получить полезные бонусы. А к 8 марта разработчики планируют запустить тематическое мероприятие «Золотой колокол» и приготовили для пользователей разные подарки. Ну а недавно на серверы Black Desert Console был установлен контентный апдейт, включающий регион Комасильвию с новым боссом и лучником, кроссплей-серверы PlayStation 4 и Xbox One и массу ивентов, которые помогут новичку в развитии. Во все регионы были добавлены серверы Allvia для ускоренной прокачки до 59 уровня. Эти серверы являются кроссплатформенными, как и остальные, кроме двух специальных – Эферия для PS и Флорин для Xbox. На них желающие могут играть в рамках своей платформы. Недавно русскоязычная версия Lost Ark получила довольно крупное обновление. Оно открыло долгожданную западную часть моря – Океан Процея, добавило новый континент Рохендель, новую сюжетную цепочку, по которой все получат пятую частицу Ковчега, новые предметы в игровой магазин, ивенты и так далее по списку. Помимо вышеперечисленного, в игре наконец появился альтернативный эндгейм-способ развития персонажа из-за добавления двух новых сетов, относящихся к Тир 2 и к Тир 2.5. У нас на портале вы найдете статью, из которой узнаете, как можно их получить, а также правильно заточить. Найти ссылку можно, как всегда, в описании. И это все новости MMORPG на этой неделе. Не забываем поставить лайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставить свой комментарий и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Майдлер, это портал Гоха.ру, и еще услышимся! Субтитры подогнал «Симон»